Околонаучные события коллег по проекту Медиакарта Высшей Школы России озвучим в дайджесте. Итак, Сибирский федеральный университет приглашает всех жителей и гостей города в музей занимательных наук. Основная цель музея – пробудить интерес к научному знанию и исследовательской деятельности у горожан всех возрастов и профессий. В музее установлены приборы и интерактивные экспозиции, позволяющие изучать базовые законы механики, оптики, электричества, волновых явлений. Все приборы можно потрогать руками и самому провести занимательные опыты. А общественная организация ДВФУ – Объединенное студенческое научное общество – отмечает свой первый день рождения. Ровно год назад студенты самого крупного вуза региона реализовали идею сплотить научное общество всех девяти школ университета. И тех молодых людей, которые желают участвовать в научно-исследовательской деятельности. Результаты есть, они показательные. В частности, уже полторы тысячи студентов ДВФУ занимаются серьезной наукой. А вот те студенты, которые живут в кампусе на острове Русском, смогут следить за ходом зимних Олимпийских игр в Сочи. Управляющая компания организовала в каждом жилом корпусе просмотры трансляций на огромных экранах. Такая возможность появилась и у студентов Уральского горного. Ребята организовали в общежитии собственную фан-зону Олимпийских игр. Кстати, горнякам помогали и студенты из Гвинеи. Ребята честно признаются, что от зимних видов спорта они далеки. Но это не помешает им наслаждаться спортивными баталиями. Спорт для горняков не просто увлечение, это образ жизни. В разные годы в вузе учились и тренировались чемпионы страны, Европы и мира, участники и призеры Олимпийских игр.